Жить не хочет. Соответственно, размножаться не хочет. У этой идеологии христианские корни. Поговорить и подумать на тему демографии. Отец Андрей Ткачев видит в вопросе демографии только лишь один момент – рождение детей. А рождение детей меньше всего влияет на население. А влияет на население в первую очередь – это… Условия жизни. Вот, например, на подводной лодке никто никого не рожает. Но там живут здоровые, сильные мужики. Почему? Потому что там созданы условия для жизни, и там платят жалования. Или вот еще пример. Горный аул – там стояки живут по 100 лет, у каждого по 10 детей. А население постоянное, потому что негде больше жить. Аул маленький. То есть, если отец Андрей Ткачев заботится о населении, то надо улучшать условия жизни. Если это явление охарактеризовать как болезнь… А это и не болезнь. Любая идеология, в том числе и идеология чайфри, базируется на материальном базисе. Ну, что люди всегда хотели детей. Когда очень низкая производительность труда, очень высокая детская и материнская смертность. Всегда в детях полагали свои чаяни и упования. Некоторые люди сознательно становились евнухами ради карьерного роста. То, что не доделал я в жизни, сделает ребенок мой. Характерно только для традиционного общества. Только в традиционном обществе будет мальчик тем, кем был отец, а девочка тем, кем была мать. Верующий хочет, чтобы за него было, кому молиться они. Ну, это только в язычестве было, чтобы обязательно кто-то из родственников молился. Вообще-то за православных христиан молится церковь. Современные одежки на откровенном безумии иногда мешают нам назвать безумие безумием. Батюшка, не надо называть безумием то, в чем вы не разбираетесь. Когда я узнала о своем бесплодии, мы с мужем заинтересовались идеологией чайфри. И узнали, что у этой идеологии христианские корни. Она возникла в США, когда там начался промышленный спад. А если нет работы, это значит детям прямой путь в криминал, где они будут нарушать христианские заповеди «Не убивай и не укради». Потеря и утрата всяких жизненных ориентиров. Человек, который не знает, зачем ему жить, просто живет, потому что он хочет жить. Жить не хочет. Соответственно, размножаться не хочет. У человека нет возможности это потомство содержать. Он изобретает себе мягкие формы самоубийства. Не надо объединять идеологию самоубийства и идеологию чайфри. Самоубийца, он себя убивает, а чайфри, он не хочет заводить детей, чтобы выжить. Будем ждать информоповодов. Вот, пожалуйста, вам информоповод. Вам ответили православные чайфри.